Балашова Валентина Семеновна. Расскажите, пожалуйста, вы со скольки лет вяжете? Вяжу очень давно, с лет, наверное, с девяти. С девяти? Да. А кто вас учил вязать? Учила моя мама, которая работала в свое время в предприятии пухового платка. Комбинат пухового платка, да? Да, это у нас тоже находилось в поселке Саракташ. И вот она всю жизнь проработала там. А мы росли и помогали им вязать. Сначала пух выбирали, потом начали вязать. И так до сегодняшнего дня потихоньку вяжем полтинки, платки. Получается, мама вас учила, да? Да, учила мама. А бабушка умела вязать? Да, изначально, например, бабушка тоже работала. Моя умела, учила бабушка. Потом вот как бы из бабушки вязали. И бабушка помогала. Сначала учила. А вы, получается, для мамы наверняка пух помогали перебирать. И, наверное, каемочки вязали, да? Или нет? Нет. А сначала были, когда мы маленькие, нас мама просто заставляла перебирать пух. Потом подросли, начала учить нас вязать. А сколько времени уходило на то, чтобы пух перебирать на платок? Не помните? Да нет. Теперь сейчас, конечно, я не помню. Но изначально, вот когда мама работала в пухартеле, тогда пух вручную это все выбирался, волос выбирался. На гребенке, наверное, пчеталось. На гребенке, наверное, пчеталось. На гребенке мылся, потом драпалось, потом на чуске это все делалось. И вот в итоге прялось. Вы, получается, всей семье помогали маме? Да. А мама только там работала или у нее еще было? Да, мама только работала в платке, да. А вы застали уже, нет, комбинат? Да, она застала, конечно. Тоже работали, наверное? Я нет, не работала, только маме помогали. Только маме помогали? Да. А вы не пошли, потому что... Ну, как бы выучилась, пошла учиться в город Оренбург, поехала. И поэтому, как бы, уже, ну, когда отучилась, уже совсем была... Другая ситуация? Да, другая ситуация. И, как бы, наверное, на протяжении, когда еще училась в городе, уже, как бы, немножко прекратился. Поменьше стало производство этого. А потом, наверное, уже, когда начала я работать, то, по-моему, наше производство это уже закрыло. Закрылся. Здесь, в Сракташей. Ну, 90-е годы, наверное, уже все. Да, 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 да. Мама переживала, наверное, по этому поводу? Ну, вы знаете, у меня мама все-таки доработала, да, пенсию уже в этом же предприятии, ушла на пенсию. Поэтому, как бы, не знаю, наверное... Просто как интересно для тех вязачист, которые всю жизнь на этом кабинете проработали, как для них это все проходило? Насколько это все волнительно, там, трагично было? Или все спокойно было? Не помните? Вот я сейчас, конечно, это не помню, но все равно, когда она даже ушла на пенсию, она все равно продолжала вязать просто эти платочки, потому что были и знакомые, и друзья у мамы, которые тоже просили всегда свяжи там нам платочек, паутиночку, теплые носочки, варежки. И мама даже была, когда уже на пенсии, все всегда, вот, всем родственникам, всем вязала. А вы помните ваш первый платок, когда связали, какой он был? Ну, вы знаете, я вот, когда училась в школе, у нас была всегда, ну, как бы, вот, обвязка этих платков, которые работали мы на пухарте. Изначально, сначала, когда мы были маленькие, это было 10 зубичков там нужно было связать, потом старше мы стали по 20 зубичков вязать, потом еще дальше мы уже стали прям, ну, за вечер, да, можно было, как бы, вязать вот эти каемочки. Ну, не знаю, получалось, наверное, вязали. А первый платок, который продали, помните или нет? Вы знаете, как бы, наверное, я не помню сейчас, когда это продавалось, потому что, наверное, на протяжении всего жизни продаю. Вяжу и продаю, в принципе, тоже такие же есть знакомые, которые сейчас вяжем и, ну, как бы, на спрос. Мне просто интересно, обычно многие говорят, что первый платок, помню, у меня столько эмоций было, пошло, купила мороженое, там или в кино сходили, или еще что-нибудь, платьишко. Да, конечно, такое было вообще у нас, когда даже раньше вязали мы эти 10 зубичков, это было, наверное, какое-то у нас поощрение от родителей. Нам, конечно, это связали, значит, нам что-то раньше не было таких дорогих покупок, ну, там, пусть даже какие-то там шоколадку или конфеты какие-нибудь дорогие купить, это для нас было вообще что-то невероятное. И всегда стремились к тому, чтобы что-то заработать, и чтобы нам мама за это что-то поощрила нас, чем-то обрадовала. Да. А не подскажете, у вас в детстве много кто вязал? Ну, не знаю, одноклассница, может быть, там, окружение какое-то? Ну, в принципе, да, у многих знакомых, которые вязали. Просто вы детство описываете и говорите, что мне нужно было, там, 20 зубичков, там, 10 связать. Да, вот у меня были сестры двоюродные, с которыми родители у нас работали в этом производстве пухового платка, и мы даже вязали наперегонки, в треколбочках. На фантике? Наматывали, да, и для нас это было, кто быстрее это свяжет. А расскажите, как на фантике вязали, пожалуйста. Ну, знаете, вот сидим там, мы три сестры, например, допустим, мама из трех клубочков наматывает кучку, там, такое вот, ну, небольшое, вот, с трех клубочков, такой вот объем шерсти. И нужно было, вот, из трех этих ниток мы втроем сидим, и кто быстрее свяжет. И, как бы, это было вообще... Прямо соревнование было? Интересно было? Да, было очень интересно, и кто быстрее довяжет, это было вообще, конечно... А качество нитки, как... Ну, не нитки, а, получается, качество платка там как-то фиксировалось? Ну, можно же просто быстро связать, а можно связать прям одинаково. Нет, ну, мы, наверное, как-то старались всегда вязать, потому что даже вот эти платочки, которые вот приносились в квартиры, там, смотрели и качество, и все, поэтому старались изо всех сил. Интересно. А как вообще у вас досуг детский был, проходил? Ну, вязание мешало, или оно просто совместно было всегда там? Ну, это, наверное, было совместно, и, как бы, мы даже старались побыстрее связать, чтобы побежать на улицу, где-то играть. Раньше же играли, не как сейчас там сидят в телефонах, а раньше играли в штандеры, выбивалы в какие-нибудь, все, как мы быстрее там довязать нам нужно было, быстрее побежать, играть. Ну, у вас сакмара здесь рядом, наверное, сакмара быстрее. Да, да, все это, конечно, было. А мама заставляла вязать или нет? Или вы сами все делали? Ну, то есть сказали, надо, делаем. Ну, как бы, я бы не сказала, что нас заставляли. Это было, как бы, ну... Необсуждаемо просто. Необсуждаемо просто. Нужно помогать, родителям было. Помогали, как могли там. Все равно мы позабывали уже вот того, что нужно. Даже вот взять эти пуховые платки, как они в жизни пригождаются, ну, пригождаются, вообще, наши сейчас, чем иметь какую-то синтетику, например, такой лучший пуховый платочек, паутинку. Это и красиво, и, не знаю, для тепла, это согревает все. Вот взять эти варежечки даже, или носочки пуховые, чем какой-то искусственной и красивой одеть, или для себя взять вот это все натуральное. Мне кажется, как бы, надо, наоборот, вот сейчас это все возрождать, вот, как бы, чтобы это все, наоборот, было наше, вот, все такое вот. По вашему мнению, угасает сейчас или нет? Или все-таки? Ну, я вот так думаю, что вот, по-моему, вот, ну, как бы, вот, я смотрю со стороны, мне кажется, сейчас немножко, как бы, наоборот, начали это ко всему возвращаться. Я так думаю, это мое мнение, потому что вот есть даже у меня хорошие такие знакомые, которые, наоборот, прям, про ситуацию, уже нам то-то, то-то, там, как бы, намного, например, наверное, уже, как бы, от этой синтетики уже все люди начали от, можно сказать, отказываться, наоборот, приходить ко всему натуральному. А вы кого-нибудь выучили вязать? Дочки, внучки? Ну, вот, внучка у меня только родилась маленькая. Родилась? Да, да, да. А есть внук, ну, конечно... Ну, внука, конечно. Внучку чуть будете? Ну, конечно, обязательно. Обязательно? Обязательно. Просто кому-то же надо будет передавать ремесло. Конечно, конечно. Если на спицах ни у кого не останется, наверное, и ремесла может не быть. Конечно, конечно. А как вообще к пуху относитесь? Ну, я так понимаю, раньше был только местный пух, а потом в какой-то период, наверное, в 90-е, остался только Волгоград, почти Ангорка. Сейчас местного пуха практически нет же. Или нет? Или я ошибаюсь? Ну, конечно, вот, чтобы вязать такие, чтобы был большой, хороший пух, это, наверное, Волгоградский. Но я так думаю, что вот наш Оренбургский пух, он ничем не хуже вот других платков. Мне кажется, даже лучше он по качеству. Я так думаю. А Волгоградский чем вам нравится? Ну, Волгоградский, знаете, он такой длинный пух. Лохматый? Ну, а вот по теплу, мне кажется, все-таки Оренбургский платок гораздо лучше и теплее. А работать с каким приятнее? Ну, вы же там, скажем, у нас только с местной ниткой работаете, а где-то, наверное, все равно вяжете периодически с Волгограда. Ну, да, да. Ну, какой в руках лучше? Просто интересно такое субъективное мнение. Вы знаете, в принципе, такой разницы, наверное, и нету. Просто как бы тот пух намного длиннее, даже когда его придешь, он как-то длиннее. А этот покороче пух. А какой мягче? Мягче, конечно, Оренбургский. Да, да. Тут более твердый такой пух. А мягче, конечно, Оренбургский пух. А раньше козы у вас были, да? Нет. Я помню. Такого ничего не было. Нет. Нет. А почему в Саракташ вернусь? Вы знаете, всю жизнь прожили здесь в Саракташи. Малая родина. Поэтому даже, да, вот сейчас даже дети переехали все в город и говорят, мама, поехали к нам в город, а я прям даже переживаю по поводу того, чтобы туда ехать. Мне кажется, здесь в Саракташи у нас все более красиво, уютно. Ну, у вас уютно как-то здесь. Все по-домашнему. Да. Как вы вообще думаете, что будет с промыслом в ближайшие годы? Останется или что-то там произойдет с ним? Ну, я так думаю, что нужно развиваться. Как бы этот промысл нельзя забывать и, как бы, не знаю, наоборот, возрождать его, и чтобы он не прекращался. Я прям вот умею руками за то, чтобы это все возрождать. А как это сделать? Как думаете? Ну, как бы надо, как выходить на рынок, как у нас сейчас говорят, выходить на рынок. Всем, как бы, предлагать, рассказывать, что это очень для того, чтобы создать какой-то уют для своего тела. И создать, типа, не знаю, это нужно обязательно иметь. Вот тут в каждой семье, у каждой, наверное, женщины должно быть или паутиночка, или пуховый платок. Это обязательно. Это даже для души приятно иметь. Согласен с вами. Как вы относитесь к узбекским платкам? Ну, наверное, по-своему, узбекские платки хорошие. Ну, не знаю. Не могу ничего сказать или там их как-то, ну, сказать, что они, например, плохие. По-своему, эти, наверное, платки хорошие. Ну, я считаю, просто наши платки это самое лучшее. Не портят они жизни оренбургским платкам, по-вашему мнению? Ну, знаете, как сказать, если кто-то знает качество оренбургского платка, он никогда, например, не купит то качество. Кто, если не совсем разбирается, может быть, для них будет и тот платок очень хороший. А те, кто люди, ну, как бы разбирается плохого платка, конечно, они никогда не купят тот платок. Ну, да, просто такая ситуация. Это моё, конечно, мнение, да. Что как будто бы замещается. То есть не замещается в плане того, что не говорят, это узбекский, смотрите, а говорят, что смотрите, какой хороший оренбургский. Да, да, да. Да, ну, нет, они, конечно, отличаются. И качество он отличается, и качество рисунка там, и этой же ниткой даже, конечно, отличается от лимбургского платка. Это их видно совершенно. Это, во-первых, в шале вяжется эта ручная вязь. Это, как бы, когда вяжет человек, он, наверное, всю душу туда вкладывает. И, как бы, он чувствуется, его берёшь в руки даже, он чувствуется, что это совершенно другое такое изделие. А вот, думаю. А вы, когда вяжете, какие эмоции у вас вообще? Какая-либо, может, телевизор смотрите, читаете? Да, я вяжу телевизор, смотрю и вяжу, и иногда просто даже телевизор не смотрю. Просто вяжу, беру иголки в руки и начинаю вязать. Это какое-то умиление сердца, так сказать. Просто радость какая-то, вяжь и просто наслаждайся. Ты это прямо на полной серии? Это я на полной серии говорю. И потому что у меня есть ещё, помимо вязания, другая работа, но когда берешь иголки в руки, это просто какое-то счастье. Очень многие так описывают свои эмоции. Я каждый раз смотрю и каждый раз не понимают. Ведь такой труд, надо неделями сидеть за платком. И при этом все улыбаются, когда про это говорят. Ну, это на самом деле так. На самом деле, даже когда ты, если у тебя есть какие-то там неприятности или ещё что-то там в жизни, всё бывает. Ну, берёшь иголки в руки, про всё, сбываешь просто. Здорово. Вы сейчас, наверное, по домам же все вяжут сейчас. Да. А раньше посиденки были, вы на них ходили. Просто интересно, явление почти вышло. Расскажите, пожалуйста, как это было. Знаете, и раньше, ну, как бы раньше, это было посиденки, это, наверное, и малые, и старшие все знали, что пойдём на лавочку, повяжемся. Так вот, пойдём к соседям там тоже повяжемся. И вот сейчас даже... Повяжемся? Да. Звоню своим сёстрам там, что повяжемся. Как-то вот так вот приходят мы и повяжемся, и чай попьём. И да, мы расходимся. Раньше это было на улице, наверное, летом и зимой где-то у кого-то дома, да? Ну да, это да. Ну и сейчас вот можно сказать, что, конечно, как бы поменьше у нас ляжут на лавочках. Просто уже... Телевизор, наверное. Люди уже, да, они уже как-то, ну, совсем старые, так сказать, поколения. А у нас уже в таком возрасте, как мы, так у нас уже вот как кресло, телевизор. Комфортнее всех? Да. Просто жалко, что традиция тоже такая уходит постепенно. Ну, может быть, она и не совсем так уходит. Просто, мне кажется, про неё мало кто сейчас знает. Просто надо как-то это... А если бы какое-то место было, где можно было собираться, не знаю, общаться, вязать, как вы думаете? Вообще было замечательно. Интересно было? Конечно. Почему бы и нет? Вы бы ходили? Ну, я бы ходила, да. Вы бы ходили? А что? Ну, ладно, будем думать, как организовать. Хорошо, да. Да, может, даже было бы просто приятно пообщаться со всеми. Ну, может быть, даже там посмотреть какие-то там рисунки, может, другие кто-то вяжет, там какой-то опыт мы рассказывали, они рассказывали. Я думаю, было бы интересно. Ну, значит, будем в эту сторону смотреть. Да, да, да. Мы будем рады вам помочь во всем этом. Спасибо большое. Спасибо. Вам спасибо, что вы все-таки, как-никак, вы зарождаете это все. И я, например, с удовольствием, когда узнала, что вы работаете, я прям с удовольствием начала ходить с таком. Спасибо большое. Ну, мы стараемся, чтобы как-то немножко это возрождалось. Не знаю, хватит нас сил на все это или не хватит, но... Хватит, хватит. Хорошо. Конечно, хватит. Спасибо вам большое. Было интересно. Приходите к нам в гости.